Ежегодно сочинский фестиваль молодых читателей собирает представителей из различных регионов страны. Их дети из Саха-Якутии, Хакасии, Хабаровского края. Впервые в этом году принимают участие крымчане. Большинство моих сочинений на современную тему, на проблемы современной молодежи. Например, у многих из нас мир сосредоточен в маленьком экране компьютера. Полина не согласна с этим и при помощи пера пытается объяснить своим сверстникам, что есть и другой мир, мир природы, книг, живописи, реальный. Да и творчество безграничное. Среди участников фестиваля те, кто даже придумывает свой собственный жанр в литературе. Многие писатели представляли драконов как злых огнедышащих монстров. А я решила, что дракон – это хомяк, который уменьшился. Фантастический рассказ, а это мой выдуманный жанр – фантастический стёб. Организаторы нынешнего фестиваля посвятили его 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова. И мероприятие проходит под девизом «Рукописи не горят». На эту тему состоится большая дискуссия с участием известных в городе литераторов, журналистов, педагогов, филологов, поэтов и художников, которые среди молодежи ищут ростки таланта. Свежий взгляд и личность автора. Не повторять слова учебника или учителя, или скатанные из интернета, рецензии и так далее. Свой личный взгляд, свежий. У нас называется фестиваль «Мост» – мастерская остро-современных текстов. Вот мы хотим, чтобы школьники писали остро-современные тексты. А сегодня начались первые защиты конкурсных работ. В течение трех дней, а фестиваль проводится в Центре дополнительного образования хоста, ребята примут участие в мастер-классах, викторинах, заседаниях круглых столов, в молодежном поэтическом биеннале. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.